Здравствуйте! С вами Эдуард Лобанов и Малые реки Черноземья. Сегодняшний наш рассказ будет о реке Ворона. А как можно рассказать об этой реке, не побывав в Воронинском заповеднике? Сейчас мы находимся у административного здания Воронинский заповедник, где нас уже ждут. Поэтому предлагаю пройти внутрь и поговорить о реке, о заповеднике. Александр Алексеевич, мы находимся в административном здании Воронинского заповедника. Расскажите, пожалуйста, вообще, откуда он возник, заповедник, его исторические какие-то интересные моменты? Хорошо. Заповедник, вообще, идея о его создании возникла еще очень давно, в 1902 году, когда Петр Петрович Семенович Птеншанский, наш великий исследователь и путешественник, прибыл сюда и обследовал пойму реки Ворона, которую мы видим на нашем рельефном макете. И тогда он предложил создать здесь заповедник под названием Уремный. А Урема, это в переводе значит густой такой непроходимый лес. И в 1916 году первое предложение поступило в правительство тогда Российской империи о создании здесь заповедника Уремный. Но затем возникли всякие революции, исторические события, которые не позволяли это сделать. И вот только в 1989 году снова вернулись к этому вопросу. И тогда начался длительный процесс согласования, ну вы знаете, отвода земель там, лесного фонда и так далее, и так далее. Что заняло около пяти лет. И только 12 августа 1994 года заповедник был здесь создан. Название ему дали более новое, так как слово Уремный несколько непривычно для слуха, так сказать, русского языка. И назвали Воронинский по названию нашей великой реки Вороны. Которая раньше вот именно и называлась Великая Ворона, когда-то в древности. Первые упоминания о ней относятся в 512 году до нашей эры, когда персидский царь Дарий дошел сюда со своими войсками в поисках стычек со скифами. У вас, конечно, здесь места красивые, я бы сказал, даже шикарные места. Но, наверное, их как-то надо охранять, как-то надо беречь. Значит, заповедник представляет собой довольно сложную такую структуру федерального значения. И охрана здесь производится особым образом. Значит, у нас работают так называемые государственные инспектора. У каждого из них, допустим, вот небольшой участок леса, который он охраняет и строго следит за ним. Посещение заповедника запрещено. Разрешается только посещать заповедник на экскурсионных маршрутах, на местах рыбной ловли для местных жителей на разных участках реки. Значит, и во время сбора грибов это еще не бывает. В этом, к сожалению, нет грибов. Да, грибов не было у нас совсем. Значит, и вот те основные принципы, по которым осуществляется охрана. Это как бы и не допустить, потому что это всего лишь 0,3% от территории Тамбовской области. И на ней нужно сохранить весь видовой состав животного и растительного мира нашего региона. Это наша главная задача. Вот знаете, не только меня, но и многих людей интересует вот такой вопрос. Особенно весной можно часто видеть на малых реках, ну и вообще на реках Черноземья, сплав. Да, люди сплавляются на байдарках, отдыхающие, кто-то с удочками, кто-то без удочки. Вот по этой территории возможно такое мероприятие сплавиться, например, с одного края заповедника до другого? К сожалению, нет. Потому что с самого начала создания у нас в чем вот причина отказа от байдарочного маршрута? Так как у нас река Ворона проходит, вот смотрите, практически везде по самому центру территории. Значит, туристические группы, которые ранее сплавлялись здесь, оставляли очень много мусора. И, во-первых, это воздействие на животное мероприятие. На природную обстановку всего? На всю природную обстановку, конечно. Когда человек плывет, он все равно разговаривает, он и так далее. Животные пугаются, и это не создает для них комфорта. Это правильно. Пускай местные водные жители, да, зверюшки отдохнут и действительно живут в своей среде, и все размножаются активно и радуют нас, и наших потомков, я думаю. Конечно. Сегодняшний наш рассказ будет посвящен реке Ворона, которая протекает не только по Тамбовской области, но и по Пензенской, и по Воронежской. Об этом сейчас мы попросим рассказать Ларису Евгеньевну. Лариса Евгеньевна, расскажите нам, пожалуйста, про реку Ворона. Мы знаем, что она протекает по Тамбовской области, красивая река. А что она, где она берет начало, где она протекает, ширина, глубина? Вы в этом специалисты. Река Ворона берет свое начало в Пензенской области. Ее полная длина 454 километра. Вот в границах Тамбовской области 216 и 58 километров в течение 1994 году вошли в состав Воронежского заповедника. Глубины в реке варьируют от 15-16 метров в омутах и до полуметра всего на перекатах. Ширина реки от 10 до 120, даже на территории заповедника. Только в границах заповедника она принимает ржавку, вяжью и наковку, балаклейку, карай. Помимо рек, речушек и ручьев у нас еще 100 озер входит, которые поймены. В большинстве своем они все мелкие. Только два озера крупных. Это Рамза и Кипец, но это не настоящие озера, какие должны быть. Это озеровидное расширение русла реки Ворона. Они считаются проточно-русовыми. Кипец 110 гектар и Рамза 168. Кстати, Рамза является жемчужной Тамбовской области. Это самое крупное и уникальное озеро Тамбовской области. Понятно. Лариса Евгеньевна, из этого рассказа вытекает вопрос. А что же у нас с эфтеофауной? Какие же у нас рыбы водятся в реке Ворона? Массовые, таких которых много у нас, или фоновые их можно назвать. Это уклейка, окунь, платва, щуки много. Леща достаточно в определенных местопитаниях ловят. А остальные рыбы, они единичные или попадаются. Вообще, или мало? Мало. Во-первых, практически пропал сазан из Ворона. И те, которые попадаются, многие считают, что это уже не дикий сазан, а или гибрид сазана с карпом, или одичавший форму его культурного карпа обыкновенного. Редко очень стал встречаться судак. Ясь в последние лет 5-6 очень уменьшил свою численность. Зато на этом фоне увеличилась поголовья головля. И есть источники литературные, которые указывают, что головля не водится там много, где есть много езя. Вот думаю, что с уменьшением количества езя галабль свою численность восстановил. Я знаю, что раньше на Вороне было очень много судака, а сейчас он есть. Вот эта рыба, которая непосредственно интересует рыбаков. Вот меня, например. Ну, не только меня, а пищевая ценность у нее хорошая. Как спортивный противоборец тоже очень интересный. Есть он? Он есть. Это, конечно, излюбленный объект любительского рыболовства, но его стало очень мало. И последние 20 лет его численность в уловах, именно уловистость, так скажем, уменьшается. И сейчас единичные находки по Вороне. Это отмечают все. То есть вот именно рыбалка на Вороне по судаку, она как бы практически невозможна. То есть он может попадаться только случайно. Да. А раньше говорили, что его на Михальке, на Барминой, ну, это еще до заповедника, до образования, его было много. А в связи с чем, как вы думаете? Ну, он требовательный в качестве воды. Требовательный. Да. И он один из первых может погибать при именно техногенных катастрофах каких-то. Я думаю, с этим и связано. Это раньше же были с сахарным керсоновским золотом проблемы. А вот именно восстанавливать свою численность он тяжело, получается. Лариса Евгеньевна, скажите, а у нас в реке Ворона есть краснокнижные рыбы? Да. В реке Ворону вводят следующие виды рыб, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации или Тамбовской области. Это шамаяль, вырезу, волжский подуст, рыбец, чихонь и донской ерш, белопер и пескай. А также вводится представитель класса миног, которые условно всегда рассматриваются в их теофауне. Это украинская минога. А вот скажите, вы рассказали про краснокнижные, про редкие. А какое влияние именно оказал заповедник на численность и на видовой состав вот этих рыб? Есть такой положительный момент. И не только в том, что у нас есть озера, которые являются невестилищами, которые способствуют увеличению численности рыбы. У нас единственное место на юго-востоке Тамбовской области, где все-таки сохраняются или охраняются запасы. Во-первых, соблюдаются сроки лова. У нас есть только несколько мест разрешенного лова для рыбаков. У нас не разрешается лов в зимовальных ямах в зимнее время. Запрещен лов во время нерестовой кампании. Это в весенний период. Даже соблюдение этих сроков... Благоприятно, да? Это благоприятно сказывается на их теофауне. Как на численность, так и на видовой состав получается. Лариса Евгеньевна, спасибо вам за замечательный рассказ, за то, что вы уделяете внимание просвещению именно и популяризации такой прекрасной реки Ворона жителям Тамбовской области и России в целом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Сегодня у нас 4 ноября. Великий праздник. Казанская. А мы находимся в селе Калаис Кирсановского района на реке Ворона. А почему мы выбрали именно это место? Село Калаис находится выше заповедника. Недалеко здесь проходит граница. А ловить мы сегодня будем с лодки в отвес на балансиры и другие приманки. Об этом способе ловли я более подробно вам расскажу уже на реке. Ответственное блеснение. А что мы можем использовать в качестве приманки при таком виде ловли? Практически все приманки. Начнем с классической вертикальной блесны. Да, это классическая вертикальная блесна. Нормально используем? Нормально. Издревле, издревле. Еще древний человек, наверное, начинал ее использовать. Еще мы можем применять с успехом незацепляйки, особенно в корягах, и колебалки. Замечательно работают эти приманки. Щук на них тоже самое выскакивает при отвесном блеснении. Конечно, очень большой сегмент так называемых джигов. Микроджигов, макроджигов, всевозможных интерпретаций этих рачков и всего остального. Все это с успехом применяется. На все это клюет щука, на все это прекрасно ловится судак и наш вездесущий окунь. Ловится замечательно. Поэтому вот эти все приманки, я бы сказал, кроме вертушек, можно использовать все с успехом. Я вам скажу, что если сделать подсадку, например, на балансир с едобной резинкой, вот такой маленького твистерочка или виброхвостика, в некоторых случаях щука будет или окунь ловиться активнее. Таким образом, при отвесном блеснении можно применять всевозможные виды приманок. Вот попался у нас первый окунь на балансир. Ну, пускай, конечно, этот окунь мелкий, но это показатель того, что мы на начальном пути на своем делаем все правильно. Конечно, всю рыбу мы сегодня будем выпускать. Попался окунь, но это уже чуть побольше, чем предыдущий. Что нам поставить лучше, плетенку или леску? Ну, честно говоря, что хотите, то и ставьте. Если рыба не трофейная такая, там небольшая, то, конечно, интереснее, может быть, будет поставить леску, потому что она невидимая, особенно флюрокарбонкой, что касается. Ну, я думаю, не надо в это загоняться, вполне пойдет плетенка от спиннинга. Толщина. Толщина, естественно, зависит от того, какой вы хотите поймать рыбу и какую вы поймаете. Оптимальный размер, я думаю, вот по сегодняшней рыбалке, это где-то 0,1-0,12. Не забывайте, что на дне много коряг, поэтому иногда просто приходится вырывать этот балансир. Естественно, не надо забывать про отцеп. Ну, в любом случае, как я сказал, можно применять и плетенку, можно применять и леску. Ну, а, конечно, окунь мы отпускаем. Ну, вот у нас попалась щучка на балансир. Вот, небольшая замечательная щука. Была перед этим небольшая ямка на 4,5-5 метров и выход здесь где-то на 3 метра. Взяла она очень резко, что характерно для щуки. Балансир, пятый номер, приблизительно он 5 сантиметров. То есть небольшой балансир, очень хорошо, что она попалась. Посмотрел на свет Божий, за это мы ее отпускаем. Ох, как она! Я поставил более деликатную снасть и окунь сразу отозвался. Видите? Он спереди атаковал балансир. Ну, а здесь, в принципе, размер балансира, он очень мелкий. Поэтому даже вот такой некрупный окунь, он его может атаковать не то, что в тройник, в капельку, а просто сам весь балансир. Тем более здесь, в данном случае, этот балансир именно имитирует расцветку естественной рыбы. Вот для сегодняшнего дня такого, то пасмурного, то солнечного, но светлого. Он вполне подходит, этот балансир. Вот он. Опять окунь атаковал прямо спереди. Балансир довольно-таки большой. Несмотря на то, что есть и поводок, все вполне уверенно взял. Ну, мы, конечно, продолжим рыбалку. Обратите внимание, где сосредоточился окунь. То есть мы видим, что если сейчас мы выплыли из омута и стоим фактически на границе с омутом, вот он здесь весь и сосредоточился. То есть в ямах, в самих ямах-то нет его. Вот он, каждая проводка долг. Вот он. Видите? Но это же совсем маленький. Ну, вот попался еще окунь. Ну, вы видите, что они очень мелкие. Место стоянки мы нашли. Это место стоянки окуневой получается на границе омута и мели. Поэтому мы сейчас будем укрупняться, так сказать. Будем искать более достойные экземпляры. Ну, глядишь, и щучка там подтянется. Надежда у рыбака, она вообще никогда не умирает. Вот он. Попался окунь, ну, такой уже более-менее размер, на 5-сантиметровый балансир. Вообще, конечно, для среднего окуня наиболее предпочтительный размер балансира это пятерочка. Троечка, ну, как-то она для мелкого окуня, когда он совсем не очень активный. А пятерочка совсем прям замечательная. На нее может попасться и щучка, и окунь. В данном случае нормальный окушок. Место мы нашли. Более крупная стоянка здесь окуней. Ну, и это нас радует. Ага, вот он. Экземпляр неплохой. Клюнул он недалеко от берега, как вы видите. Попуни очень часто любят стоять под корягами, прямо непосредственно около берега. Иногда, особенно летом, можно практиковать такой способ. Кидаешь приманку, ну, в основном это микроджиг, на берег и потихонечку-потихонечку стаскиваешь его в воду. И вот здесь атака происходит мгновенно. То есть окунь стоит под берегом и стережет свою потенциальную добычу. Это может быть какие-то там насекомые. Да, в основном насекомые. И он здесь тут как тут, хватает ее и кушает. Сегодняшний пример показательный какой. Солнечная погода – это погода окуневая. Не щучья окуневая. Поэтому прекрасная природа вообще, это шикарно просто здесь. Неплохая рыба. Ловится довольно-таки часто. Ну, пускай она не супер крупных размеров. И даже такой неплохой окунь на 100 грамм, он всегда приятен рыболову. Ну, а сейчас по традиции. Отпускаем. Небольшая щука опять клюнула на балансир. Ну, вот именно такого размера он бывает, конечно, чуть побольше. Эта щука именно этого года. То есть весной она еще была икра. А сейчас вот уже такая щучка. Через год она будет весить около килограмм уже. А если кормовая база будет хорошая, то будет весить и больше. Взяла она, конечно, полностью практически заглотил балансир. В данном случае вот он тоже. Это под естественную рыбку верх синий. Середина такая блестящая, а низ розоватый. Ну, в любом случае, эта щука неговорящая. Просить мы у нее ничего не будем, а просто ее отпустим. О, спокойно себе пошла. Ага, маленькая щучка попалась. Вот она. Ну, взяла классически. Сразу резким таким ударом даванула вниз. Когда я начал подсекать ее, когда подсек, то сразу слабину почувствовал. То есть это говорит, что щука не очень большая. Я бы сказал, что маленькая. Щуринг взял на тот же балансир, что и прошлая щука, но с небольшим дополнением. Сейчас я ее отпущу. Такая небольшая хитрость, которую я применяю тогда, когда щука бьет в балансир, а брать не берет. Дополнительный раздражитель ставлю сюда вот на последний задний крючок. Это микро-виброхвост. Это съедобная резина. Так что сюда можно ставить и твистер с таким же успехом, или красный хвост, или да любой другой. В любом случае и окунь попадается чаще вот при такой интересной приманке, и щучка тоже. Кроме того, вот этот балансир, он визуально увеличивает свою длину. Поэтому щука здесь у нее, она потенциально добычи как бы становится больше. То есть балансирчик такой, а здесь сразу он становится 10-сантиметровый. На игру балансира это практически влияние не оказывает. Применяйте, экспериментируйте, и вы будете за это вознаграждены каким-нибудь трофейным экземпляром рыбы, или окунь, или щуки. Ну вот, видите, еще один окунь попался. Я сменил балансир на более мелкий. Крупный балансир стучали, а вот это именно на такой мелкий балансир попался. Но иногда окунь проявляет чудеса, то, что, например, не ловится на мелкий, ловится на крупный. Но это все знают. Уходи на него, поди, на этого окуня. Плыви. Попался окунь за нижний тройник. В качестве вертикальной приманки можно использовать как балансиры, так и, например, вот такие. Ну, сейчас я отпущу его. Вот такие интересные, из трубки сделанные. Так можно использовать и вот такие интересные блесна, типа как цикадки. Ну, в принципе, знаете, что можно использовать и сами цикады. В качестве приманки можно использовать и снулую рыбку. Иногда получаются замечательные результаты, во много раз превосходящие вот эти все железные штучки. Ну вот и подошло к концу наше сегодняшнее путешествие. Природа вороны нас сегодня очень удивила. Красота необыкновенная. А летом здесь вообще шикарно. Ну, рыбалка получилась скромненькая. Несколько щучек, окуньки. Но снасть работает. Поэтому в такое осеннее время прекрасно можно приводить на водоеме вот именно с вертикальной блесной, с вертикальным балансиром. Все заканчивается. Закончилась наша сегодняшняя передача. Всего вам хорошего. До новых встреч. С вами был Эдуард Лобанов и Малая река Черноземья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова